Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Меня зовут Ведьмак. Мы продолжаем играть в Lords of the Pollen. Находимся мы по-прежнему в мире, откуда пришли эти непонятные рогары, с которыми мы сражаемся. И сейчас мы с вами пойдем доставать ту штуку, на которой, собственно, здесь вроде как держится связь между измерениями. Такой вот от гребаных собачек. Обьемся? Еще одно осталось. Иди сюда, родная. А че это ты от меня уходишь? Не надо от меня уходить, не надо. Что ты? Я сюда пошел на возвышенность, чтобы его снайперов убрать. Блин, поздно. Блин. И че? Эй! Эй! Да еще! Еще давай! Ох, целая единица жизни отнялась. Какой ужас. Че-то я уже не помню, кто здесь у нас по дороге есть. На горизонте там какие-то мауканы, что ли, извергается. Не знаю. Неважно. Здрасте. Нравилось? Тут у нас не очень такой братюня. Здравствуй. Не-не-не-не-не. Ну, кстати, не так, чтобы он много у меня отнял этим ударом, да? Так. Я к ним уже выработал такую вот неторопливую тактику, которой я просто отстреливаюсь своей перчаткой. Потому что иначе... Да? Да? Считалом закрываться будет. Блин, этот звон у меня реально глушит. Сделаю потише наушники. Очень громко. Хорошо. Но это означает, что здесь секретка есть. Так. Но я уже, кстати, видел эту секретку, да. Но как туда попасть, я не придумал. Давайте возьмем. А, это опять древние скрижали. Зачем они нужны? Вообще ноль идей. Ну вот, вот этот выход. Может быть, это действительно выход, а не вход. А как попасть в эту комнатку, это, конечно, другой вопрос. Ну вот, собственно, источник силы выглядит абсолютно почти один в один, как в обливиане. Башни эти с сигильскими камнями. На самом деле, сигилстоун скорее камень-печать, но нас перевели как сигильские камни. Ага. Интересно. Ну, кстати, я уже второй закрытый сундук встречаю в этой игре. Ну, в смысле, в этой игре, вот в этом месте. Хотелось бы, конечно, их как-нибудь приоткрыть. А ты, может, быстрее будешь шевелить копытами. Он не хочет бежать иногда. Зажимаешь кнопку бега, ну и хрен с ним. Молитва у меня довольно долго работает. Хитрец, нагрудник легкий. Так. Новые какие-то доспехи. Но я не могу сказать, что мои плохие. Я, по-моему, смотрел. Эти доспехи, они такие. Не очень. У меня сейчас хладнокровие. А мне предлагается хитреца взять. Он по всем параметрам хуже. Но единственное, что в чем лучше... А ничем он не лучше. Он просто хуже. Все. Ничего не скажешь. Кстати, у меня пустые ячейки в доспехах. Надо бы их запомнить потом чем-нибудь. Но мне... Не то, что лень, а я просто не вижу особого смысла. Там такие жалкие параметры. Добавляется, что... Особо париться не вижу смысла. Я и так довольно хорошо сейчас раскачан. Каких-то проблем. Таких прям... Серьезных не испытываю. Так. Я тебя увидел. Я тебя увидел. Мне нужна вот эта твоя штука взять. Косой. Ну, о чем я говорил. Стелс здесь гайоный. Что он упоролся, походу дела. Спокойно. Не успел сказать... А, больно. О, подожди, тут еще, да, падла. Я понял вас. Так мы и не договаривались. Давай. Что ты можешь? Ничего ты не можешь. Да. А мой мим. Или кто он там... Или кто он там... Штука это, короче. Умей только промахиваться. И все. Понеслась дальше. Темновато здесь. Темновато. Ага. Опять же, знакомая дверь. Я таких уже три встречал. На самом-то деле. И это у нас... Вау! Тварь. Каждая тварь в этой игре умеет отпрыгивать. Так неплохо. Вообще. Получи. Еще от меня. Тебе, щилбан. Мой Ти и Танис. Я просто пришел ввести одно миссию. Депиктое, что может быть самым даривающим скрытием этого Грега. Более, чем все дارы. Это умерло количество лимбов. И его тварь смешнул. И что-то относится с иммунитой или healed. Да? Ну, я видел такую тварь. С кучей конечностей. Ну, я не знаю, что насчет хилинга. Так, Грифон. Окей, а это что за дверь? Мы её никак не откроем. Такие мрачные, суровые двери прям. Вылитый Скайрим какой-то просто. Каменные такие. Всё говорит о том, что открыть их нельзя. Ну ладно. Ну ладно. Куда мы вообще пришли в результате-то? Сколько у меня опыта? 4,5 тысяч. Продолжаем. Игра у меня естественно-естественно вылетела. И естественно мне пришлось приходить всё практически заново. То, что мы уже успели пройти. Потому что я два шага не успел добежать до точки сохранения. Я в общем-то сохраняюсь в игре чаще всего не из-за страха потерять свой опыт там, а из-за страха, что я... Ну игра вылетит, и мне придётся по новой куче всего наверстывать. А, у меня не видишь, что ли, а? Блин, всё равно схватил. Стреляй, пожалуйста. Ещё стреляй. Чё, блин, зачем я это делал? Кто мне объяснит? Какой хрен я стоял и пулял в него? А чё, блин, здоровье не туда. Ну вот в контрольной точке они через какое-то время восстанавливают свою способность лечить и восполнять зелья. Видите, вот эти вот кристаллики, они лежат на земле. Они через какое-то время поднимаются в воздух, начинают кружить. Чем больше их кружат, тем больше вы получите, соответственно, эстусов с собой. Я так понял. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас тут? Так, это хреново не работает. Я уже не первый портал встречаю, который не работает. Так, ну здесь явно с кем-то сражаться будем, потому что... Такое эпичное место. Низуга, кстати, нет? Куда у меня вечно шлем пропадает? Напоминаю, кстати, портал Молога Бала из Тес Онлайн. Ого. Чё это за чучело? Хаусит какой-то. Мне кажется, он что-то нехорошее делает. Ёпта. Азмодан, ты что ли? Лазутчик. Он у тебя лазутчик. Чё происходит? Из меня что-ли, силы тянет, я не пойму. Не попал? Ну, блин. Пока не знаю, что с ним делать. Я послалю даже к ним подходить. Ух. 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 Ой, 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 ой. Не надо так. Спокойнее будь. Видите, у него первая паза, судя по всему, будет достаточно короткая. А вот вторая... И что там будет? I have no idea, как говорится. Из меня мана высасывается. И она не восстанавливается. Блин, чуть-чуть не успел ему снести, чтобы он перешел. Спокойнее, спокойнее. Без нервов мне тут. Так, ну и что, ты будешь что-нибудь нехорошее делать? А, может, мне не надо близко просто подходить к этой фигне? Чтобы она меня не высасывала мама. Тогда я смогу запустить своего лазутчика, в общем-то. Что я, в общем-то, и хочу сделать. Ауч. Так. Ой, лазутчика, говорю, это он лазутчик. На, на 250-ку тебе. Ой, что там мутит? Ой, что там мутит? Что за говно? Мутит какую-то хрень вообще. Так, я бы так и думал, что из этого говна какое-нибудь говно еще вылезет. Ау, 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 ау. Надо уничтожать, мне кажется. Иначе из них вообще какая-нибудь дрянь повылазит. Уже повылазила из некоторых, да? Я так понял. Так, родной. Ты чё-то какой-то не очень такой. Ты мне не нравишься. Все, что ли? Ну, ты тогда слабее, чем Азмодан. Даже. Тот вечером там грозился. Типа, я тебя! Так, а потом эдак! Это вообще ничего не умеет. Ну, допустим. Вообще никакой босс. Я так и не понял. Чё-то он мутил, чё-то мудрил. Выдумал там, пытался, вообще не ощутил его на себя. Нет, я понимаю, конечно, что у меня сейчас там какой-то там уровень. 57-й, по-моему. И... Я уж хорошо прокачан, но всё равно. Но игра на это и рассчитана, наверное, нет? Так, вот это говно не снимается. Он у нас... Подожди, Игорь, найти... А, теперь мне надо обратно, что ли, возвращаться? Ну да, в принципе, мы здесь же выполнили свою задачу. Но я думаю, мы ещё здесь пошаримся немножко. Посмотрим, что можно сделать. Тогда уже. Так. Это с него же выпало, да? У вас, Глепа. Но Глепа это на силу. Я же помню. Вообще, принципы сортировки предметов в инвентаре для меня до сих пор загадка. Тиранная пика. У вас, Глепа. Ну да, 16 сил требует. Пес с ней. Да иди ты в жопу. Конечно. Я буду. Ну да, мне они всё равно не его толку не дают. Чё, берегись, змеи. Чё-то знаком. Ну, пора, короче, мы обменяли эти штуки. Таблички на полезные предметы. Ну, допустим. И портал у нас открылся. Хорошо. Хорошо. Но вот эта вот печать так и осталась. Сломать я её не могу. Ну, вроде как не могу. А это куда ведёт? Чё? Крюк не убил Роак. Дай мне хорошую причину, почему я не должен убить тебя прямо сейчас. Крюк не убил Роак. Ой, какой ты громкий, капец. Крюк не убил Роак. Крюк не убил Роак. Наверное, тебе черепа надо отдавать, да? Крюк не убил Роак. Крюк не убил Роак. Незатыкаемый парень. Эк, это куда? Да ты заткнёшься сегодня! Ну, я же здесь был, да? Это пещера. Посмотри, какой нудный, да? Крюк! Господи! Ты уже бесишь, если честно. Но надписи я читать не могу. Не первая, кстати, надпись. На древнем языке. Ты к кому-то. Так, а я, по-моему, тут не был. Тише будь, родной. Ну, ты же из тех ребят, которые хилятся, да? Тиран. Где там твоё сердце? Я слышу, где стучит. Куда спрятал? Колись. Динозавр. Ну, нету чё-то. Спокойно. Так, ну что там, где этот круг? Иди отсюда. Орать, он будет ещё. Ну, давай. Открывай. Открывай, пожалуйста. Ну да, я понял, куда мы вышли. В принципе, ожидаемо. Что именно сюда приведёт шорткат. Теперь тут стало поспокойнее. Никто не орёт. Ещё одна дверь с этой печатью. И я с ними вообще ничего не делал. Не могу. Может быть, стрельни, я не знаю. Не похоже. Такое ощущение, что не хватает какого-то обилки специальной. Либо знания по сюжету, наверное, дадут. Не знаю. Так что. Так что я ещё хотел. Чё я ещё хотел. Давайте вернёмся и зайдём в тот портал. Да заткнёшься ты сегодня. Круг. Квадрат, ебать. Ариёт, блин. На всю силу. Падла. А, не слась. Я думал, мы в полной темноте сейчас будем вообще стоять. Это из тех порталов, где нельзя выходить из-за круг света. Да, вроде можно. А, вот всё, начинает дамажить. Ну, нашим проще. Просто как награду забрали и всё. После босса получается, да? Пустые бутылки, насколько я понял, увеличивают. То ли максимальное количество эсусов, то ли... Сейчас надо почитать. На самом деле, блин, полыгры прошёл, если я не больше, до сих пор не почитал. Ну, игра, кстати, говорят, короткая. Так что... Долгое прохождение рассчитывать не приходится. Так, вот это мы поюзаем. А, и оно даже никуда... 14 метров максимально. Да, похоже, увеличивает. Каждая поднятая пустая бутылка, она мне увеличивает максимальное количество... Максимальное количество эссусов. Так. Что? Что ещё? Что ещё? Ты больше ничего не придумаешь здесь, потому что... Мы здесь ничего сделать не можем. Надписями читать не умеем. Печати магические эти снимать тоже... Пляха-муха, как он орёт, я не могу вот тут. Такое ощущение, что ему просто звуковой файл забыли нормализовать, да, звуков всех остальных в этой игре. Потому что он реально звучит громче всех. Ё-моё, я же зашёл в дверь, в портал, сейчас же все рестнутся. Точнее, уже преснулись. Что такое? Это капитан, что ли? Со своим... С подружкой. Ох, ты! Вперёдь здесь! Да, хорево пить! Кто где? Где кто? Ничего не понял. Звук откуда-то отсюда шёл? Но, видимо, нет. У него здесь вот здесь вот. Слушаю вас. Живу я тут. Мы видели этот шевелый двор, while running from the Rogar, so we jumped in. Could there be anything worse? We can't get back now. And the captain? He'll never forgive us. We're trapped. You escaped the Rogar and came here. And how on earth could we know, where it would take us? What happened to him? Сзади такой парень кранётся. Сзади он скрылся с монстрами. They got him bad. If he doesn't get any medicine, he's done for. Please. You must have a spare potion. Да, не проблема. There. That should do the job for now. Так, вам здесь нельзя оставаться. Ну, подумай, что можно сделать. Спасибо. Какой-то демон охраняет. Видимо, надо его изничтожить, что ли? Ты вернулся? Не yet. Пожалуйста, hurry. Так, ладно. Так, ладно, я бы согласился, видимо, на квест. Но куда идти? У этого демона где-то что-то охраняет. Что? Что? Вообще? Где вообще? Почему вообще? Так, ну тут... Ты кто? это обычный резкий парень недостаточно резок парень мне показалось ли она стала гореть статуя так собачка ты в орлане куда-то она испарилась пока барабака они собираются куда башню у моста но горит там демон так я же всех про не убил давай прыгай ты же хочешь прыгнуть я знаю нет не хочешь прыгнуть и сюда не стесняйся он теперь он решил прыгнуть они пиздюк ли а бляха муха ну началось ёпта ты еще и так умеешь и в жопу птухоголовый так псина я тебе постреляю бля у меня зелье качается вообще-то говоря и кстати там остались уже пустые сундуки но я никаких ключей не подымал этих сундуков так и помню ты откуда тут взялся 1 тебя что там не было там были собаки давайте сходим проверим что за нафиг западная прихожая здравствуй но для тебя у меня есть верное средство так что не нервничай что тут изменилось мне кажется огоньки потухли такое ощущение что одни могут заменили других почему-то мне не очень улыбается где нападать на всех сразу они так-то неприятные вообще говоря ребята давайте сначала покараем вот этого парниша не успел повернуть извини это еще сейчас было падла что ты пыхтишь герой харкин и теперь вот этот дружок ну чтож новый вылет новый краш и мне пришлось чтобы вы думали естественно по новой убивать босса которому уже завалили но теперь я уже знал тактику и он у меня умер буквально от пары тычек я применил взглянание мимо который удваивает урон наносимый мной и я буквально в первую же комбо удар ему снял где-то процентов 70 здоровья для меня оказался так я вернулся в эту западную прихожку пытаясь найти чтобы то что там ни было не знаю надолго ли хватит игры прежде чем она опять крашница я полазил по интернету пока суд до дела пытаясь понять как решить эту проблему посоветовали там сами инвидиевцы переключить обработку физики с графического процессора на центральный процессор что я и сделал поможет или нет без понятия надо проверять сейчас и будем проверять я честно говоря думал что после боя с боссом когда я зашел и вышел из портала у меня автоматом сохранился прогресс казалось нет нет так у меня нет ключей от этого места мне еще нет зачем сюда пришел без понятия ну давайте уходить я не знаю про какого монстра говорили те солдаты может быть про вот этого объем всех короче всех вообще кто есть всех убьем так ну и вот на эту арену я вышел прошлый раз меня здесь красного значит давай попробуем падла я стал чаще пользоваться блоком оружия потому что в этом действительно есть смысл получи и отпишись от меня дохни родной так ну вот это какая-то непонятная площадь единственно что я могу видеть это то факт что огни погасли в жару в них больше ничего не изменилось после того как мы победили местного босса озвучка помощи конечно никакущий оказался для меня не могу сказать что это игре вообще сложные боссы но я видимо настолько сейчас раскачан что мне просто никто не страшен ну как не страшно страшно конечно но потому что особых проблем я не испытываю достаточно мне всего лишь понять что босса себя представляет в плане способностей а вот такие вот ситуации наоборот они по-прежнему остались довольно опасными ну не падла ли я всегда так происходит всегда с этим обилками так мне не нравится что происходит сейчас ходи пожалуйста ходим да и по на мать вы че тут плодитесь что ли и размножаетесь боли на меня сейчас просто защипают до смерти по-другому не скажешь так ты еще я чуть нарвался внезапно не очень хорошо да ладно блин он все удар мои отбивает причем совсем что ли шальной еще этот придурок да вы дадите мне сегодня что нибудь сделать синий так на кого-то он убил точно жирный ублюдок но даже такая опасная ситуация на самом деле даже не то что опасная это называется неоправданная что влетел начал раздавать налево направо но как видите даже такая ситуация меня уже не может погубить здесь видимо разработчики рассчитывали что я сначала пойду сюда а потом в катакомбу но я сначала сходил в катакомбы получается прошел их всех в результате довольно хорошо качнулся за это время и теперь вот эта локация вообще по барабану а сейчас подразумевается что я по квесту да пойду через катакомбы я каша пойду через катакомбу мне не проблема но вам так этого легче не будет поверьте так еще я делаю и чтоб счастлив был да как то так вот да так где выход то и моих чуи беги то есть это как дурак твою бать я думаю что здесь есть проход сразу башни нет надо наверх подняться что ты делаешь вот бег конечно очень странно работает игре он иногда бежит иногда он просто прыгает как сжимаешь кнопку не всегда предсказуемое поведение у него это мы где ах это мы вышли сюда ну хрен его знает за каким песом я сюда приперся так ты опять я думал я тебя убил что сказать то хотел ты охерел что ли вася петечкин зачем ты кувыркаешься вот сука заманивает меня далеко не заманил о ты еще и своего бабах ну вообще класс дыхай я даже теперь этих щитовиков то разбираю в принципе если надо достаточно неплохо так вот этот портал так и не открылся я очень подозреваю что нам на вот эту вот локацию где мы сейчас находимся придется возвращаться для того чтобы открыть вот эти вот печати магические для того чтобы сделать это еще вещи потому что мы здесь явно много осталось такого что пока что было не востребовано ну что я вроде поубивал всех хватит солдатам этим неудачникам моих усилий делим еще что надо пойдем проверим они просто сказали там мы хотим пойти в башню рядом с настом там это демон злой нас не пускает ну я убил вообще всех в округе на здоровье сомневаюсь что что-то пригодится все валим из этого мира нам здесь пока что делать ничего пока что за это еще раз поехали сейчас это упаковка у тебя готовы у тебя стоит это упаковка вот это упаковок куда-то если ты это упаковок у тебя тебя но ты понял. То есть он за нами будет телепортироваться в другие миры. Ну, оп. Ну, не знаю, зачем я это делаю. Пооткрываем. Пригодится потом в дальнейшем, наверное, не знаю. Давайте в доспехи вставим. Так, на мне сейчас хладнокровие. Здесь есть пустые ячейки. Сюда мы можем вставить безопречные уроны силы. Давайте вставим защиту физическую. Так, теперь перчатки. Перчатки не вставить. Он у нас в доспех. Рудно огня. Защита от огня. Магическая защита. Место под снаряжение. Что за место под снаряжение? Ни хер бы его знал. Вес, наверное, максимальный. Но у меня и так все в порядке с весом. Защита от огня. Давайте физическую защиту втыкать втыкать. Потому что в основном мы от физики дамаг берем. Хладнокровие. Здесь уже стоит что-то. Так, и оружие. Но в наш посох, я так понял, мы ничего вставить не можем. Потому что он безруный. Ну и ладно. Опа. Быстренько сдриснул, короче, домой, к нам. Ну и мы отсюда валим. Нам здесь больше делать нефиг. Цитадели монастыря. А зачем мне идти через катакомбы в цитадель монастыря? Я не очень понимаю. Я и так могу пройти по... поверху. Потому что в катакомбах я всех уничтожил. И не помню, чтобы там был проход к монастырю. Вот в чем дело. Может, я что-то не понимаю. Я, конечно, нарушил. Последовательность прохождения. Так. Что? 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 Это кто сейчас сказал? Кто это сказал? Кто слабое звено? Кто это был? Кто стонет? Вот этому парню просто вообще по барабану на все. Ну и ладно. Нам легче. Хера их тут стало. Мобов стало больше на локации. Это я могу сразу сказать. Их было раза так в три меньше. Но они мне в данный момент не страшны. Я или слепой, или что? Кто стонет здесь? А, вот он. Господь, еле видно его. Что такое? Для этого. Это слишком поздно. Я думаю, что этот город это хороший lugar, чтобы умереть. Что случилось здесь? Мы умерли через катакомбы. Есть старый путь, который ведет к церкви цитадели. Я не могу сделать это. И другие прыгали в этот открытый путь. Ты. Ты был на другой стороне. Почему? Я остановил нашим атаку. Так, они все еще хотят. Ты должен сказать Антанасу. Может, он остановит это. Что? Пойдем в катакомбы. давайте зелья дам чувак что-то расстраиваешься на плане ищешь мы с него взяли татуировка на человеческой коже человек сюжетный предмет что зачем мне такая хрень лады я вас понял но а мне собственно через какой вход в катакомбы то идти потому что их тут много есть с кладбища вход так народ сюда я смотрю валит валом я же закрыл ворота между измерением как сюда попали капканом кидает еще жирный так но ты вот меня совершенно не нужен о полечился что-то что-то слышь когтистый пес пошел отсюда я еще дадит то же самый считай кто у него меч другой ну-ка давай ни хер на себе так это это же первый босс по-моему ему не понравилось да вот пес но я уже забыл как с ним сражаться ни хера себе то есть они боссов используют качестве расходного материала да да блин я понял тебя ты какой-то не очень стал их а их а родной посмотри да и попить пожалуйста я даже что мучает но что-то человек такой иди отсюда вышел он понимаешь ли давайте ради прикола на день какую модную броню и возьмем какой модный меч живая легенда ну господи нет такой не очень гриф он повеселее что там еще где гриф он дать гриф он полностью наденем вот он должен быть прикольный сет чем там получили защитник идущий на пролом но ну ни хера себе блин сзади болтается в воздухе кусочек жаль что легких доспехи не выглядит так охерительно пафосно идет с рваным плащом выглядит классно но не для нас хотя мои доспехи тоже выглядят прикольно но просто вот именно тяжеляк он конечно смотрится в разы эпичнее ну и похоже с этим посохом которые у меня практически сначала игры мне придется проходить всю игру потому что ничего лучше я найти не могу он пафосно он горит это была такая минутка лирического отступления так сказать потому что за хер стоит ты чё там делаешь забраться не могу но собственно вход катакомбы их много этих ходов катакомбы какой из них нам нужен без понятия вообще заявимся ну вообще даже не знаю куда идти то какой проход имел ввиду этот стражник давай не стесняйся я у пинка ему выдал короче давай дух вдыхаюсь конечно я крайне быстро накачать стамину ну допустим допустим и че продолжая я спец вылежу свою беготню по катакомбам оказалось что ну я сразу предположил на самом деле что заткнись и поговорить предположил сразу что разработчики не могли провести игрока мимо босса да вот этого чемпиона я его убил конечно раньше но я так подумал что наверно вот после того как если правильно проходить игру в том так как задумали разработчики сначала бьешь чемпиона потом пойдешь дальше за к слабому я конечно прохождение нарушил вот давай рассказывай я и убью 18 или назад парень я рад за вас а ты тут останешься тут не очень так человеческий череп опять так выйти не хочу давайте сюда посмотрим что там за хер стоит арбалетчик арбалетчик так сзади влетели сейчас еще завалят чего доброго засадки то вы научились сделать не спорю так ты жива не пахтит там что ты когда упинаешь это пахтешь не пахте я кажется знаю где мы я помню когда ходил по катакомбам гадал как же сюда попасть все там обошел не нашел оказывается все было проще нужно было продвинуться по сюжету что там дергаешься я ура я с а стоп года Да, чувак, ты не очень. Фух, ладно, загадка решена, я восстановил, так сказать, нить повествования правильную. Ну, что поделать, я по привычке Драк Соулса иду туда, куда мне хочется. А здесь все-таки разработчики подразумевали, что нужно как-то следовать по сюжету. Ну, получилось своеобразно, да. Я сначала поперся в катакомбы, всех убил. Так, что там у меня тут? Давайте вкачаться. Качаем по-прежнему вынос. Потому что надо лупить. Надо уметь хорошо бить. Так, 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 так. Что-то игра у нас подернулась, фпс дергается. Ну, вроде бы не крашится. Это радует. Так, музыка какая-то напряженная играет. Допустим. Я вижу там врагов. Там опять этот надзиратель. Ну, первый босс. После войны, мы убрали наших жителей и молнили их. Мы были ботаны и уничтожены, и он взял их от нас. Но это был новый начинок. Счастники показали нам свой путь. Как и так, это наш обязанность, построить эту общественность. Я радостно принимаю повреждение, чтобы стать новым правом. Счастникой человечества. Это вот этот Антонатас с нами разговаривает. Путем записки. У меня такое ощущение, что во многом это его вина, что ребята пробились сюда. Теперь всех убивают. Так, хочешь такую вот штуку, парень? Пам! Половину хп ему снял сразу. А он такой, ааа, доспехи что-то мешать. И стоит дальше. Лол! Лол! Ну на еще тогда. Мне не жалко. Бам! Окей. Да. Я прям чувствую себя таком машиной убийства просто уже. Человеческий череп. Надзиратели эти мне вообще уже ничего сделать не могут. А первый босс был такой, я там вообще-то парился с ним. Сейчас уже. Но проблема. Ну и ладно. Так, в общем-то и должно быть. Дорсов тоже так же поступает. Боссов начальных превращает в мобов обычных. Так, и что мы там стоим? Очень интересная стена, правда? Ну я так кошка иногда делает, смотрит в стену. Ну, бэкстеп не получился, но мне это уже, в общем-то, ни к чему. Парень стрелярин. Что ты там делаешь? Так, ну я вообще, говоря, не хочу на него ничего тратить. Я устрюду вижу в этой темноте. Игра очень... А, понятно. А чего в кого там стреляете? Я даже не вижу лицо, он ко мне стоит или не... Жопой. Так, ну вот эта вот печать, я так понимаю, не откроется, потому что... Наши доблестные колдуны, монахи здесь поработали. Окей, как скажешь. Доду, ты кто общий такой? Понятно, обычный мод, самый первый. О, ну, я думаю, без меня они там не помрут пару минут. Потому что они меня ждали очень долго. Так, знакомая решетка. О, я был на той стороне. Нет? Не, видимо, это какой-то секрет. А как его открыть? Мне сразу стало интересно. Я уже не хочу никаких встреч сюжетных. Я хочу открыть секретную штуку. Так, понятно, тут дворь мерзкая. Ну, давайте с ней попробуем разобраться для начала. Подбросил таки, а? Гад. Я тебе полечусь. Так, назад-назад-назад-назад-назад-назад. Блин, чуть не убила. Пойдет. Откуда? Ты откуда такой красавец? Нормально. Видимо, приближал из коридора, что ли? За своей подружкой. Да вставляй, не проблема вообще. У меня этих рун, блин. Здравствуйте. Какой-то у вас красивый сундучок. Понял. Кокон. Почему он называется кокон? Давайте посмотрим. Красивые щиты. Ничего не скажет. Доспехи, оружие. В игре вообще сделано очень на высоком уровне. Визуально, конечно. Так, и где этот кокон? Это что ли? Ух. Мрачная штука. Он может объявлять владельца своими огненными крыльями. Для этого есть специальный прием. Прикольно. Вот у щитов здесь в игре есть специальные приемы разные. Я не пользуюсь щитом. Я лишен этого счастья. Ну и ладно. Мне и так неплохо с этим посохом. Я такой шаолинский монах, короче. Ну, сюда мне пока никак не пробиться. Ладно, будем думать потом. Может быть, и войдем в другой стороны. Без понятия вообще. Нельзя витражи убить. А, не витражи. Витражи там. Мне всегда нравились витражи, на самом деле, в стеклах. Так, очередной. Подожди, родной, да я отопьюсь. Давай. Как ты меня отбросил-то, я тебе поднимаю. Блин, еще всю стамину сжирает, бабла. Блин, я из-за этого мимо ни хера не вижу вообще. Ты посмотри, зачем ты вперед... Ай, короче, все, пошло. Да зачем ты вперед кувыркаешься, Валена? Ты что? Больной, что ли, человек? Ой, да ну в баню, он сейчас убьет. Вот знал же, что так и будет. Мать твою за ногу. Какого хера он кувыркается? Ля, короче. Ну и ладно, значит, пойдем туда в следующей серии. Такое вот печальное завершение моей самоуверенности, что называется. Но реально, вот камера в тесных коридорах, она ведет себя как сука просто. Ладно. Мелочи жизни. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok